15 танцевальных лет. 5 инструментальных классических народных направлений. Юрий Тимофеевич, вопрос первый. Сегодня прошла конференция Живодная Союза, подвелись какие-то итоги. Вот если очень кратко, что бы Вы, резюмируя, сказали, что было главное за прошедший год? Я не хочу выделять какое-то одно или два-три мероприятия. Главное было, что вся деятельность Союза у нас была согласованная. Мы работали, вроде бы, каждый по своему направлению, но в целом это была работа Союза, которая координировалась. У каждой из 90 организаций, на сегодня входящих в Союз, были свои творческие планы. Свои мероприятия, но проходили совместные мероприятия. Это самое главное наше достижение, что мы смогли все это скоординировать и организовать. Можно просто рамочно отметить неславянской письменности, культуры и письменности, праздник народов Эстонии, День нацменьшинс, как мы просто называем. Целый ряд совместных концертов, в том числе выездных, наши конкурсы, фестивали, в которых участвовали наши организации. Мы сегодня приводили статистику, которая за это время дала очень удивительные цифры, на первый взгляд. Сколько у нас было мероприятий? А в целом на 90 организаций по всей республике это более 700. И от больших концертов, больших площадок до небольших мероприятий, концертов в городах небольших Эстонии, как таковых, в принципе набирается вот такое количество. У нас много совместных мероприятий с эстонскими коллективами. У нас в этом году нарезаны или, скажем так, сформированы секции по направлениям деятельности. Я не буду говорить о театральных, вокальных, хоровых, танцевальных и иных направлениях. У нас есть структуры, которые не подпадают ни под одной из них, скажем. Это коллектив, который занимает цирковой деятельностью, или Макс Мода, который проводит выставки одежды, в том числе разных народов мира и многое другое. У нас шла подготовка вот в такой плотной совместной работе к славянскому венку, который состоится в этом году. Подголовка началась давно, у нас уже есть опыт. В позапрошлом году мы провели первый славянский венок достаточно такого широкого, высокого уровня. В нем участвовало полторы тысячи человек, только участников. В этом году у нас будет участвовать около двух тысяч человек непосредственно на нашем галоконцерте в Тонди Раба. Мероприятия будут проходить в двух городах, Нарва и Таллин. В Кохтлоярве мы дадим в рамках фестиваля «Славянский венок» два больших концерта профессиональных, хороших коллективов, гостей нашего фестиваля. Да, юбилейный пятнадцатый славянский венок, и он будет посвящен восьмидесятилетию праздников, которые возникли в тридцать седьмом году. И он будет посвящен параллельно еще и столетию дяглевских сезонов, которые ну никак нельзя обойти, потому что наши коллективы, особенно танцевальные, хореографические, вокальные, хоровые, они непосредственно, они этим живут, это их тематика. Наверняка уже сформирован оргкомитет праздника, большое количество людей. Кто будет в этот раз главным координатором, помимо, конечно, руководителя Союза, управления Союза? У нас оргкомитет был сформирован два с лишним года назад, когда мы начали подготовку к прошлому славянскому венку. Он достаточно большой, около 30 человек, в основном это руководители направлений. Мы сделали так, что у нас руководителем оргкомитета является в городе Таллинн, вице-мэр по культуре, образованию и спорту Михаил Кылворд. Когда мы проводим мероприятия в других городах, там тоже возглавляют оргкомитеты, представители органов местной власти, с которыми сотрудничают наши коллективы. И, естественно, туда входят руководители направлений деятельности, которые непосредственно связаны с теми направлениями, которые используются в славянске венке. Вокально-хоровые – это и академические, и народные хоры, это хореографические, это фольклорные коллективы. И у нас будут участвовать в том числе два-три хора эстонских, наши гости будут. У нас будут гости из Латвии, Финляндии, России, Санкт-Петербурга, Москва, ряд других городов. Белоруссия будет представлена очень интересным коллективом. Мы дадим возможность еще и отдельных концертов с тем, чтобы можно было познакомиться с этими коллективами не только в рамках венка, а в общей большой сводной хоровой. Так что работа идет очень широко, и в основном работают профессионалы. Кто в этом году будет заниматься? Я так понимаю, раз комитет остается в том же составе, то, скорее всего, Анжела Макарова будет это все сводить с этим единое какое-то действие. Главным режиссером славянского венка как прошлого, в позапрошлом году, так и в семнадцатом году является Анжела Макарова, руководитель театра танца «Рада». Подготовку уже ведет, подтянуты коллективы со всей республики и по направлению непосредственно хореографическую, что ведет она, и непосредственно координации всего того, всего того действия, которое будет проходить на большой арене. А это немало, это не только поющие коллективы и танцующие, это фольклор, и надо все в одну единую сложить. У нее это здорово получилось, и мы уверены, что у нее будет очень хорошо, и в этом году работа завершена. Вопрос, чего вы пожелали участникам союза, членам союза, и тем, кто примет участие непосредственно в главных событиях этого года? Членам союза хотелось бы пожелать, может быть, немножко больше активности в том, что касается раскрытия их деятельности. Одна из проблем, которую мы в том числе и сегодня обсуждали, это то, что некоторые коллективы очень мало дают о себе информации, о них мало знают. Это первая и вот такая рабочая непосредственная черточка. Мы должны их познакомить с как можно большим количеством людей. Для этого у нас есть возможности работы непосредственно с сайтом «Славия», на котором у нас есть свой раздел, где говорится не только о коллективах союза, но и непосредственно о славянском венке. А тем участникам славянского венка, которым предстоит впереди большая работа, да и всем, в первую очередь, здоровья, творческих успехов и человеческого тепла, любви, доброты. Спасибо вам за интервью. Удачи, всех благ. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты